Рис, котлета, булочка, напиток и фрукты. Горячий завтрак в 27-й Петрозаводской школе обходится родителям 85 рублей. Ежедневно его готовят примерно на 400 младших школьников, это около 80% от всех учащихся первых-четвертых классов. Остальные, говорят педагоги, либо обходятся без завтрака, либо покупают сами то, что хотят. Но вскоре ситуация изменится. В послании Федеральному собранию российский президент заявил, все ученики начальной школы в России с 1-го по 4-й классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. И обозначил крайний срок до 23-го года. Но если в каких-то регионах есть возможность, можно начать уже и в этом. В Карелии ответили, что готовы. В целом, Республика Карелия к реализации поручения президента нашей страны готова. И как врач особо подчеркнул, что без качественного и сбалансированного питания мы не можем вырасти здоровое поколение, что именно в этом возрасте закладываются основы здоровья. Заявив о готовности, карельские власти при этом понимают, для запуска потребуется большая подготовительная работа. А это мониторинг форм организации горячего питания, которых сегодня много, а также анализ ситуации в целом и даже тщательное изучение меню. Понятно, что много дискуссий вызывает потребность детей, готовность их кушать в школе ежедневно в рамках выделяемых средств. Но понятно, что когда, наверное, в меню греча, рыба или винегрет, они пользуются меньшим спросом, чем пюре с сосиской или выпечкой. То есть, есть, конечно, такие вещи, которые относятся к категории о вкусах, не спорят. Но понятно, что вопрос организации питания ещё связан и с пищевыми привычками детей, с формированием культуры питания. Цена вопроса организации горячего питания для младших школьников в Карелии – минимум 800 миллионов в год. Сюда входит не только завтрак стоимостью порядка 70 рублей для примерно 30 тысяч учеников, но и модернизация пищеблоков и их содержания. Сегодня в цене одной порции больше половины – это торговая наценка предприятий общепита. В ней зарплата сотрудников и много ещё всего. Мы полностью берём на себя ответственность за ремонт торгово-технологического оборудования, оснащение школьных столовых. Плюс к этому обеспечили все школьные столовые мебелью для питания для зала. Далее, значит, постоянно докомплектовываем оборудование, недостающим ремонтируем вентиляционные системы, канализационные системы, водопроводы. Финансирование обязательного горячего школьного питания по поручению президента будет осуществляться из трёх источников – федерального, регионального и местного. Большая часть – это субсидии из центра. Министерство образования Карелии уже отправили заявку в Минпрос России на четыре месяца следующего учебного года. Это около 178 миллионов рублей. Светлана Воробьёва, Сергей Беляев, Служба новостей.